Украинские военные показывают приемы работы на одном из тренировочных полигонов. Оба служили в горячих точках, в том числе и в Бахмуте. А до этого прошли обучение в Академии армии дронов. 10 тысяч украинских пилотов уже прошли подготовку в рамках проекта «Армия дронов». Второй этап стартует в ближайшее время. Планируют обучить еще 10 тысяч специалистов. Готовить их будут в 26 школах по всей Украине. Мы оплачиваем этот грант школам за каждого военного. Теперь мы расширяем эту программу и добавляем новые категории. Теперь не только разведывательные коптеры, дроны, а это будут FPV-дроны и это самолеты, являющиеся бомберами, а также разведывательными. Обучение бесплатное. По окончании военные получат сертификат о прохождении курса, который в среднем длится неделю. С первого дня, как мы с вами здесь и встретились в поле, так мы и с ними встречаемся. Проходим небольшую теорию и потом уже идет ознакомление с дроном. Посадка, маскировка передвижения, доверие друг другу. Эффективное применение беспилотников было бы невозможным без системы спутниковой связи «Старлинг», с помощью которой украинские военные корректируют артиллерийские удары и управляют дронами. Геймчейнджер этой войны. Очень важно, что все на связи постоянно. Мы уже 42 тысячи «Старлингов» привезли в Украину. Кстати, важно, что и «Старлинги», и финансирование этих школ происходит не за бюджетное средство. То есть это все частные доноры, которые нам помогают формировать стойкость нашей армии. Беспилотники играют ключевую роль в битве технологий. Дроны наносят точные удары по позициям и тяжелому вооружению противника. А значит, сохраняют жизни украинских военных. В ближайшее время в Академии армии дронов планируют обучить 7600 операторов-коптеров, 2000 пилотов FPV-дронов и 400 операторов БПЛА самолетного типа. За последние 11 месяцев в рамках проекта приобрели 3864 комплекса дронов. А в мае укомплектовали беспилотниками 8 новых ударных рот ВСУ. Продолжение следует...